Продолжаем чтение писем из Собрания Творения в Шести Томах святителя Игнатия Бринчанинга. Или полностью читаем их, или приводим в не более учительные места в пространных письмах, обращенных святителем. К известным лицам, живописцам, писателям, монахам и другим мирянам. Вот из 64-го письма мы читаем. Но одной чистоты недостаточно для человека. Ему нужно оживление, вдохновение, так, чтобы светил фонарь. Недостаточно чисто вымытых стекол. Нужно, чтобы внутри его зажжена была свеча. Так и сделал Господь с учениками Своими. Очистив их истинную, Он оживил их Духом Святым. И они соделались светом для человеков. До приятия Духа Святого апостолы не были способны научать человечество, хотя уже и были чисты. Такой ход должен совершиться с каждым христианином. Христианином на самом деле, а не по одному имени. Сперва очищение истинную, а потом просвещение Духом. Правда, есть и у человека врождённое вдохновение, более или менее развитое, происходящее от движения чувств сердечных. Истина отвергает это вдохновение, как смешанное, умешляет его, чтобы Дух, пришедший, воскресил его в обновлённом состоянии. Если же человек, прежде очищения истинную, будет руководствоваться своим вдохновением, то он будет издавать для себя и для других нечистый свет, но смешанный, обманчивый, потому что в сердце его живёт непростое добро, но добро, смешанное со злом, более или менее. Всякий взгляни в себя и поверь сердечными опытами слова мои. Они точны и справедливы, скопированы самой натурой. Применив эти основания книги Гоголя, можно сказать, что она издаёт из себя и свет, и тьму. Религиозные его понятия неопределённые, движутся по направлению сердечного, вдохновения неясного, безотчётливого, душевного, а не духовного. Он писатель, а в писателе непременно от избытка сердца уста глаголят, или сочинение есть непременная исповедь сочинителя, по большей части им непонимаемая, а понимаемая только таким христианином, который возведён Евангелием в отличённую страну помыслов и чувств. В ней различил свет от тьмы. Книга Гоголя не может быть принята целиком из-за чистой глагола истины. Тут смешение, тут между многими правильными мыслями много неправильных. Желательно, чтобы этот человек, в котором заметно самоотвержение, причалил к пристанищу истины, где начало всех духовных благ. По этой причине советую всем друзьям моим заниматься по отношению к религии единственным чтением святых отцов, стяжавших очищение и просвещение по подобию апостолов, потом уже написавших свои книги, из которых светит чистая истина, и которые читателям сообщают вдохновение Святого Духа. Вне этого пути, сначала узкого и прискорбного, для ума и сердца, всюду мрак, всюду стремнины и пропасти. Аминь. 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 Аминь.